Игорь Александрович, приветствуем вас. Я вас тоже приветствую. Добрый вечер. Игорь Александрович, ну давайте отталкиваться, например, от официальных данных, которые не содержатся, точнее, содержатся во всех пунктах, кроме седьмого секретного пункта, того самого указа, который президент России издал. 300 тысяч человек планируют мобилизовать, да, опять же, официально. Как вы считаете, сколько времени понадобится для того, чтобы такое количество людей привлечь к войне? Первые подразделения из этих мобилизованных могут зайти, с учетом крайней необходимости, как они сами определяют, где-то через месяц-полтора. Ну а в целом, опять-таки, по уровню обеспечения, подготовки, переброски к зиме могут завести все 300 тысяч. Скажите, пожалуйста, вот если мы говорим про количество, есть информация о том, что вот этот седьмой пункт, который секретный, он вроде позволяет до миллиона человек мобилизировать. Верите ли вы в такую цифру и в планы Кремля? Или даже и 300 тысяч — это фантастика в нынешних условиях, которые могут себе позволить военкоматы? Фантастика заключается в качественном выполнении этой задачи, и его не будет. А по валу как бы они могут обеспечить, потому что в этом спасение Путина его политической дальнейшей жизни. Поэтому, скорее всего, они могут это выполнить. Миллион написан на перспективу, как оно пойдет, исходя из того, что в принципе мобилизационный ресурс, возможности такого рода государства, конкретно Российской Федерации, с таким количеством населения, до 8 миллионов. Но эта цифра тоже нереалистична в смысле исполнения, выполнения этих задач. И поэтому жизнь покажет все учения, о которых там, или обучение, в общем-то проводится наспех, как можно быстрее, поскольку для них ситуация угрожающая на линии соприкосновения. То о качестве говорить не приходится. Это понимается и украинской стороной, военно-политическим руководством, принимаются соответствующие меры. Реакция на это и работа непростая с нашими союзниками, потому что на это надо отвечать. Для этого нужны вооружения, причем массированные быстро должны быть поставлены для соответствующего противодействия. И очень важный момент связан с тем, что надо менять качественные показатели. Генерал Залужный, главнокомандующий, говорил это в своей статье. Имеется в виду увеличение дальности даже тех средств, которые у нас находятся. Имеется в виду, например, системы залпового огня, ЛМРС и Хаймерсы. То есть здесь надо вести разговоры, убеждать союзников о предоставлении оружия с дальности от 300 километров. То есть не только Атакамс, но и дальше такой рода ракеты у них есть. Ну и потом, для того, чтобы не растягивать надолго вот эту войну и вообще обеспечивать действия наступательного характера, необходимы боевые бронированные машины для пехоты, для их продвижения, наступления, обеспечения огневого за счет задействования в такого рода действиях танков и ударной авиации. Ну и в принципе авиации, не только ударная. А все это в небе должны обеспечить истребители и зенитно-ракетные средства современные, которые вот уже с весны нам все как бы предоставляются, предоставляются. Ну вот хотелось бы увидеть их непосредственно. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, с точки зрения как раз военной, вот эта причина мобилизации, она в чем заключается? Потому что есть мнение, что как раз вот этот вот брешь, который образовался из-за нашего контрнаступления на Харьковщине успешного, которому Российская Федерация не была готова, очевидно, в 150 километров, если сравнивать его со всем тысячным километром, фронтом, который остановился на тысячу километров, оно и стало как раз причиной того, что вот группировка должна быть сформирована, чтобы эту брешь заполнить. А вы в чем видите предназначение вот этих свежих БТГ, которых будут готовить, очевидно, в ближайшие месяцы? Куда они, на какие участки фронта они должны зайти, какие задачи они должны выполнять в первую очередь, по мнению руководства России? Я бы сказал, что наступление – это последняя точка, когда количество переросло в качество, и мы перешли от оборонительных действий к наступателям, перехватили стратегическую инициативу. Началось вот этот как бы перехват в связи с тем, что вынудили вооруженные силы Украины перебросить свои войска, резервы, не только резервы, а именно войска, потому что перебрасывали с главного для них на то время Донецкого направления на Херсонское и Запорожское направления, а также это около 15 тысяч, а также из-под Изюма в свое время там была более чем 30-тысячная у них группировка, их тоже перебросили. А на самом деле нанесли удар на Харьковском, как известно, направлении, там, где они поубирали эти войска, ну и на Херсонском, значит, осуществили наступательные действия, освободили част населенных пунктов, и, встретив многоэшелонированную оборону, противника перешли к действиям по понижению потенциала этой правобережной группировки со всеми последствиями для нее. Поэтому такого рода действия показали, что у Путина не оставалось, ну, они уже используют, то есть не хватает сил для ведения оборонительных действий, тем у них, хотя, напоминаю, что на Донецком направлении продолжаются тяжелые бои, особенно южнее Бахмута, Марьенко, Авдеевка и так далее. То есть они на отдельных направлениях, в отдельных районах, вокруг отдельных городов пытаются проводить по-прежнему наступательные действия и штурмовки. Это не надо забывать. Несмотря на действия с нашей стороны наступательные на Харьковском направлении, на Херсонском направлении, там, где определились бреши, соответственно, слабые их места, наши вооруженные силы, подразделения и части, безусловно, это используют. Но таким образом проводятся многоплановые боевые действия для вооруженных сил Украины и наступательного характера, и оборонительного характера. И все это в динамике. Поэтому все это по совокупности вынудило Путина и окружение принять такое решение. Они думали даже о всеобщей мобилизации, но отговорили, и видим реакцию граждан. Она очень разная. Хотя в целом, так или не мытьем, так катанем, они наберут эти 300 тысяч, конечно, не в соответствии с разъяснениями Шойгу о том, что в первую очередь, которые, вернее, это те будут, которые там служили, которые имеют опыт боевых действий, необходимые военные специальности, учетные специальности, будут грести всех. И уже сейчас это проявляется. Военкоматам надо выполнять соответствующих план, поскольку ситуация для них достаточно сложная в районе боевых действий. А Путин пришел к этому в связи с тем, что для себя надо спасать ситуацию. Ему не произведут проигрыши такие, подобные еще один-два, как оперативного даже значения, коноступательные действия на Херсонском, Изюмском направлении. Это может перерасти в его отстранение от власти, то есть его политическую смерть, с перспективы не только политической. Игорь Александрович, допустим, наберут 300 тысяч человек. Допустим, до миллиона дойдет. Есть чем вооружать этих людей? Есть какую технику им предоставлять? Наберут и технику, и вооружение. Вопрос в том, какого это будет качества. В этой части я с вами могу согласиться. В конце концов, у них там и трехлинейки еще есть. Если мы видели, что 1062-е танки, они заводили на юг Украины эшелонами, и привозили, закапывали их, ставили их как бы в окопы вырытые, таким вот образом их использовали. Поэтому будут использовать все и вся, и с учетом их ресурса, то есть не мытьем, так катанем, не качеством, так количеством, поскольку возможности другого плана в них сомнительные и маловероятные и возможные. Игорь Александрович, еще позвольте тогда вопрос такой. А сколько времени все-таки вы даете на то, чтобы первые БТГ начали появляться в Украине? Потому что мы видим абсолютно такую спешку. Вот фактически есть информация, что в той же Бурятии с 6 до 9 утра сегодня должны были явиться все, кому выдали повестки, или даже те, кто просто, что самое интересное, не те, кому выдали повестки, а просто те, кто попадает вот под этот перечень мобилизированных. Соответственно, очень-очень сильно спешат. Скажите, вот получается месяц, и они окажутся на фронте, или даже еще быстрее? В вашем вопросе есть и ответ прозвучал, значит, поспешное решение этих задач, и ситуации, которые складываются на фронте. Поэтому особенно жалеть их не будут. А если такого уровня подготовка и обеспечения, то это людей переводят в состояние пушечного мяса. Ну, нам такой подход их на руку, хотя, конечно, с большим количеством это приходится учитывать, и наше военно-политическое руководство принимает соответствующие решения на этот счет, каким образом противодействовать, и каким образом в таких условиях все равно выполнять свои задачи, не потерять ту стратегическую инициативу, которую захватили сейчас, а напротив ее наращивать. Это очень непростые условия для такого подхода. Я бы хотел напомнить, что военный потенциал группировки российских войск в Украине пока еще превышает. Военный потенциал вооруженных сил Украины. И если, несмотря на это, достигаются вот такие результаты, проводятся, кроме оборонительных наступательных действий, это показывает про высокий уровень организации главнокомандующим и верховным главнокомандующим этого рода действий. И я почему об этом говорю, верховно, понятно, стратегию он утверждает, во-первых, а во-вторых, он участвовал, с него начиналось вот это проведение, на мой взгляд, ИПСО, информационно-психологической операции, когда ставилось задачи на проведение наступательных действий и подготовки на Херсонском направлении. Противник, во-первых, там и сосредотачивали силы, то есть он воспринял это как главное направление, а удар был нанесен на Харьковском и Зюмском со всеми вытекающими последствиями для противника. И это очень важно. Поэтому вот в таких условиях это высокий уровень военного искусства, реализация, то есть с меньшим потенциалом, значит, имея вот такого рода возможности. По-прежнему, как мы знаем, у них преимущество в авиации, боевой, в артиллерии, как в ствольной, так и в системе залпового огня. Ну и так далее. Можно на этот счет. И несмотря на это, за счет организации, за счет подготовки и над всем этим, безусловно, мотивация наших военных, мы участвуем и проводим освободительную, национальную освободительную войну с агрессивным противником, нашим соседом, этого имперско-агрессивного государства и его вооруженной силы. Все по совокупности дает такие результаты. Поэтому, я думаю, конечно, будут учитываться, конечно, условия непростые, то есть поставки новых военнослужащих. Но, я думаю, так или иначе, их ждет участь и тех, которые погибали и уходили с севера нашего государства, и те, которые терпят поражение и провалятся у них операции на юге и на востоке. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, как могут меняться события на поле боя в связи с прибытием у противника дополнительных сил? Какую тактику или стратегию они для себя выберут? Защиту или оборону, как о том говорил Шойгу, например, или все-таки наступление? И от каких конкретно дополнительных факторов зависит то самое дальнейшее развитие событий? Ведь мы говорим о периоде, когда в силу должно вступить закон о ленд-лизе. Должен вступить закон о ленд-лизе. Закон о ленд-лизе вступил в силу через 60 суток после подписания Байденом А, окей, тогда должен действовать снова финансового года, да? Прошу прощения, неправильно сформулировал. Значит, возможности у американцев уже после этого это в полной мере. А так у них возможности были определенного уровня уже 10 мая. Поэтому там вопрос не сколько в начале нового финансового года, а в политических решениях американским президентом в первую очередь и поддержание этих усилий Конгрессом. То есть Конгресс сделал свое дело, а вот по части решений это особый подход. Мы видим, и, конечно, мы благодарны за ту помощь, которая оказывается, но помощи на уровне заявления министра обороны США на первом Рейхштайне генерала Остина, чтобы понизить потенциал России настолько, чтобы она не могла вести в ближайшее время войну, подобную с Украиной. Значит, обеспечения этой стратегической задачи пока не происходит. Понятно, что союзники осторожничают в связи с тем, что это ядерная страна, и Путин неоднократно спекулирует вопросом, связанным с применением, поэтому у них соответствующее командование стратегическое, их командующие анализируют эту ситуацию, делятся с тем, что уже 30 лет они по-серьезному не занимались этим, а приходится это сейчас сделать очень реалистично, скажем так. Поэтому в смысле сроков, я думаю, первые подразделения с учетом ситуации вот из этих мобилизированных в ускоренном порядке могут появиться через месяц-полтора, а в целом где-то к зиме могут зайти все эти 300 тысяч. Естественно, от такого по-нормальному было бы это там чуть ли не до полгода, но этого не случится, поскольку ситуация на фронте не позволяет это делать Путин, спасая свое политическое реноме, и значит, здесь все будет в ускоренном порядке. Вопрос больше в каком, каким образом наши вооруженные силы обороны будут готовы к тому, чтобы встретить все это, и здесь вопрос очень острый стоит в таком факторе войны, как время. То есть время готовности одной и другой стороны к выполнению своих задач, и тот, кто быстрее все это сделает, способен более эффективно использовать имеющиеся в них войска и ресурсы. Спасибо огромное. Игорь Александрович Романенко, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины из 2006 по 2010 года был на канале. Вам freedom. Субтитры создавал DimaTorzok